Открывая совещание, глава администрации Борис Беляев отметил, что несмотря на тяжелую ситуацию в экономике, нужно научиться выживать, обеспечивать работу детских садов, школ, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений культуры и спорта. Для решения этих задач был принят курс на привлечение инвестиций в город. Проделана большая работа по получению статуса моногорода и сейчас ведется активное сотрудничество с Фондом развития моногородов. Фондом уже принято обязательство по софинансированию объектов и инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроектов в девяти моногородах. Есть одни из девяти муниципалитетов. Из этих девяти четыре моногорода, в том числе, опять же, Кумертау, которые реально сегодня осваивают средства и инвестируют в производство средств. О тяжелом экономическом положении говорят цифры по исполнению бюджета, который идет со снижением к уровню 2014 года на 11%. Такие данные озвучил в своем докладе заместитель главы администрации по финансовым вопросам Гульнара Кучербаева. План у нас выполнен хорошо на 113%, но темп просто к прошлому году, к 2014 году, конечно, отстает 95%. На это, конечно, повлияло ухудшение экономической ситуации в общем стране, так как это видно по поступлениям таких налогов, как единый налог на вмененный доход, патентная система налогоблажения, которые как раз поступают от предпринимателей, которые составляют наш сектор экономики. Что касается предпринимательства, свою деятельность в прошлом году прекратили 254 индивидуальных предпринимателя, 47 перешли на другую систему налогооблажения, то есть в упрощенную систему и в общую. Это дало снижение налоговых поступлений на 6 миллионов рублей к уровню прошлого года. Такие данные привела заместитель начальника межрайонной налоговой службы Лариса Антошкина. На 1 января 2016 года задолженность по платежам в бюджет городского округа города Кумертау уменьшилась по сравнению с уровнем прошлого года на 5,1%. То есть это снижение. И задолженность у нас составила на сегодняшний день 47 миллионов. Недополучил бюджет города средств и по неналоговым платежам, а именно по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки и от сдачи в аренду имущества. На 1 января задолженность составила почти 23 миллиона рублей, что также больше к уровню прошлого года. Участники совещания подвели итоги исполнения доходной части бюджета, также поставили задачи на 2016 год. Это достижение прироста налоговых и неналоговых доходов не менее чем на 10% и снижение задолженности на 17 миллионов 100 тысяч рублей. Одним из важных стратегических мер по улучшению экономической ситуации глава администрации города Борис Беляев назвал необходимость развития производства. Пока мы не откроем без производства, у нас проблемы. Мы этим занимаемся, коллеги, нам сложно. Очень сложно. Мы на самом деле сейчас по всем показателям внизу хвастаться нечем, но работы ведутся в правильном направлении, считаю, и глава республики Башкортостана, и премьер-министр правительства республики Башкортостана положительно оценят работу нашего города. В том направлении, в котором мы сейчас развиваемся, это вот поймали тему много городов. Я уверен, что мы все-таки в ближайшее время, мы планы такие ставим, в течение 10 лет, порядка 5-7 тысяч рабочих мест мы должны сами сдать, и 10 миллиардов рублей привлечь в город Кумерталов. С этими заявлениями мы идем в Министерство экономики Российской Федерации для того, чтобы получить статус. В завершении участники внесли свои предложения по осуществлению мер, направленных на сбор налоговых и неналоговых платежей в бюджет города и республики, а также работе по снижению задолженностей.